День Победы День Победы По понятным причинам таких масштабных мероприятий, как парад военной техники, в Рязани не проводили, и протокол выглядел довольно скромно. За основным московским смотром следили на большом экране, а для губернатора установили небольшую импровизированную трибуну. 9 мая – особый день в истории. Мы обязаны оберегать, поддерживать и защищать историческую правду. Об этом говорил Николай Любимов. Пандемия, по его словам, конечно, спутала все планы, но поздравлять ветеранов в этот день адресно все равно будут. Мы не могли допустить того, чтобы наши самые дорогие люди в эти дни остались без внимания. Уже вчера в тех дворах, где живут ветераны, начали проходить концерты. В знак благодарности за их подвиг, за мир и ясное небо, которое они подарили нам всем. Уважаемые друзья, чтобы не провоцировать распространение коронавирусной инфекции, многие мероприятия сегодня проходят в онлайн-формате. При соблюдении ограничительных мер вечером здесь, на Площади Победы, мы проведем торжественную встречу курсантов с парада на Красной площади. Но сейчас по улицам Рязани отправится мобильный десант. Мобильный десант – это несколько грузовиков с артистами и студенческими коллективами. За хорошее настроение ветеранов теперь отвечают вот эти девушки, можно сказать, с обложки какой-нибудь одной из военных газет. Форменные плащ-палатки, пилотки и лучезарные улыбки. Маршрут таких вот фронтовых бригад пролегал через весь город, в каждом районе которого концерт и всеми любимые военные песни. Продолжение следует...